всем привет это канал силуэт макет и с вами я настя и это наш седьмой урок на котором мы как я обещала рассмотрим функции трассировки изображения и при помощи одного из фильтров нарисуем вот такую милую собаку если вы пропустили наши предыдущие уроки то ссылка на них будет в описании чтобы не пропустить новые видео подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик а если вам понравится это видео то ставьте лайк итак приступим для начала откроем подготовленные изображения и окно трассировки так как программа силуэт студию работает с векторными изображениями а трассировка это и есть преобразование растрового изображения векторная то без этой функции нам просто не обойтись правда не все объекты можно удачно трассировать автоматически поэтому ту же операцию можно произвести вручную при помощи инструментов рисования и редактирования изображений которые мы с вами изучали на третьем и четвертом уроке также меню для плоттеров к юрио имеется точечная трассировка а в программе дизайн эдишен трассировка по цвету и магнитная трассировка о которых мы поговорим чуть позже когда будем рассматривать особенности программ бизнес эдишен и дизайн эдишен эти видео выйдут после завершения уроков в базовой программе силуэт студию вернемся к нашей автоматической трассировки и начнем разбирать кнопки первые из которых после открытия меню отвечает за выбор области трассировки после ее нажатия курсор превращается в крестик зажмите левую клавишу мыши и поместите весь объект который вы хотите обрисовать в появившуюся темную рамку все части изображения поменявшие цвет на желтый будут трассированы если у вас не получилось захватить все изображение сразу то вы можете это исправить потянув за точки управления рамки уже после ее создания если вы хотите отменить выбор области трассировки то просто нажмите на крестик в правом верхнем углу рамки с выделением изображения вроде бы разобрались но теперь для того чтобы рассмотреть две следующие кнопки нарисуем квадрат черного цвета а вокруг него контур того же цвета но уже без заливки выберем область трассировки и нажмем кнопку только контур и произведем трассировку внешнего края в итоге получим обрисовку только цветной фигуры это произошло потому что первая кнопка выбирает область трассировки ориентируясь только на заливку формы снова выделим ту же область и нажмем кнопку контур повысим порог так как контур светлее заполненного изображения и так же произведем трассировку внешнего края теперь программа выполнила обрисовку по контуру формы, не затрагивая фигуру с заливкой. Запомним, кнопка с изображением рыбки трассирует цветные объекты, а кнопка с контуром рыбки выполняет трассировку линий контура. Следующее, с чем нам нужно разобраться, это по какому принципу происходит выделение области трассировки при изменении величины порога. Для этого нарисуем два прямоугольника и зальем один из них черным цветом, а другой белым. Поместим два этих объекта в рамку трассировки и перейдем к функции порог. Поставим значение 0% и обратим внимание на выделенную область. Я специально выбрала два этих цвета, так как они являются ахроматическими, то есть бесцветными и отличаются лишь расположением на шкале светлоты, где черный цвет стоит в начале шкалы и имеет 0% светлоты, а белый в конце и имеет 100% светлоты. Поэтому при значении порога в 0% ни один из объектов не выделился желтым цветом. Но стоит нам поднять порог до 1%, как прямоугольник черного цвета сразу же стал виден для функции трассирования, так как он является самым темным на шкале светлоты. А вот белый цвет является самым светлым на той же шкале и поэтому не будет выделен для трассировки даже при повышении порога до 100%. Именно потому легче всего трассировать изображение черного цвета на белом фоне. В общем, при увеличении цифрового значения порога также увеличивается выделенная область изображения, причем происходит это от более темного цвета к более светлому. Далее давайте перейдем к вариантам трассировки, которые представлены тремя кнопками, а именно трассировать, трассировать по краю и трассировать и отделить. Находятся эти кнопки в разделе с замечательным названием «Стиль колеи». Перенесем первое изображение на рабочее поле, увеличим для лучшей видимости и выберем область трассировки. Обрисовка по заполнению. Порог автоматически выставляется на 45%. Изображение при этом пороге выделилось желтым цветом, но при приближении видно, что не сильно хорошо заполнились края рисунка, поэтому будем повышать порог до тех пор, пока результат не будет нас устраивать. Следите за тем, чтобы при повышении порога детали изображения не слипались. Кстати, пока наш рисунок достаточно приближен, давайте разберем функцию масштабирования. При перемещении бегунка вправо, контур изображения становится более неровным и как будто бы вырубленным. Это происходит потому, что мы при помощи трассировки переводим вектор растровое изображение, а оно представляет собой сетку пикселей, то есть цветных точек, обычно прямоугольных. Поэтому при увеличении самого изображения также увеличивается и размер пикселя, и следовательно, он становится более заметным по краям рисунка. Поэтому я чаще всего при трассировании ставлю минимальное значение в строке «Масштабировать» для получения более гладкого контура. Вернемся к нашему выделенному рисунку и выберем первый из вариантов трассировки и щелкнем по нему мышкой. Уберем изначальный рисунок в сторону и на рабочем поле останется обрисовка изображения по умолчанию красного цвета, который вы можете поменять на любой другой, так же как и заливку. Теперь мы можем работать с этим изображением, как с векторным, менять цвет заливки и контура, выполнять резку, редактировать точки и многое другое, что раньше делать с ним, как с растровом, не могли. Далее перейдем к следующему варианту трассировки. Кстати, явные различия между первым и вторым вариантом будут лучше видны на втором примере. Для этого разместим его на рабочем поле и выберем область трассировки. Желтым цветом выделилась как рамка, так и само изображение елки. В первом случае мы нажмем кнопку трассировать и получим обрисовку и рамки, и елки. А во втором случае выберем трассировку только внешнего края и получим обрисовку одной рамки. То есть, если вам нужна трассировка только внешнего края изображения, то используйте вторую кнопку. А если нужны все детали рисунка, то первую. Обратите внимание на то, что если нам нужна только елочка, а рамка нет, а эти изображения после трассировки объединены, то для их разделения выделим объект при помощи правой кнопки мыши и выберем команду «Отменить составной контур» из выпадающего списка. Теперь елка отдельно и рамка отдельно. Третий вариант трассировки пригодится нам для отделения изображения от основного фона. Для этого расположим следующий пример на рабочем поле, снова выделим область трассировки, повысим порог до необходимого значения и нажмем кнопку «Трассировать и отделить» и получим отдельно яблоко и отдельно белый фон. После выделения изображения вытягивайте сначала нужный объект, а потом удаляйте фон, не двигая его с места. Если же вы оттащите сначала фон, а потом рисунок, то можете не заметить оставшийся после трассировки мелкий мусор, который в дальнейшем может помешать вам в работе. С вариантами трассировки разобрались. Теперь вернемся к фильтру высокого контраста, при помощи которого создадим обещанный мной рисунок собаки. Для этого переместим с рабочего поля фотографию вот такого милого пса. Выделим область трассировки, поднимем порог до 50 и начнем перемещать бегунок вправо напротив фильтра высокого контраста. Желтые точки и линии, которые начали появляться, указывают нам на места высокого контраста в рисунке, в нашем случае между черной и белой шерсткой собаки. Повысим это значение до 25, для того, чтобы получить более четкий рисунок, и нажмем кнопку трассировать. Уберем в сторону изначальный рисунок, выделим получившуюся обрисовку и поменяем цвет контура из оливки на коричневый. Вот такое изображение у нас получилось. Теперь мы можем его распечатать или нарисовать ручкой. Для первого варианта все просто. Выбираем команду отправить на принтер, проверяем настройки и отправляем картинку на печать. А вот для рисунка ручкой немного уменьшим изображение и перейдем в меню кнопки эскиз. Выберем эффект полосатости, чтобы превратить изображение в заштрихованный рисунок. Изменим интервал в меньшую сторону, чтобы сделать штриховку более частой. И поменяем угол наклона штриховки до 140. И далее при помощи кнопки отправить, выберем в меню линия цвет изображения. Поменяем действие вырезать на эскиз. Инструмент как обычно меняется автоматически. Меняем силу до 10, во избежание порчи бумаги. Так как ручку для этого рисунка я выбрала более тонкую, чтобы прорисовать мелкие детали. А при сильном нажиме она может порвать бумагу. Скорость оставляет десятку, хотя даже при такой скорости завершение работы придется ждать долго. Теперь расположим бумагу на коврике, ставим обычную гелевую ручку в специальный держатель, установим его вместо ножа, включим плотер и нажмем кнопку отправить. Немного терпения и можно сравнивать два варианта отображения рисунка. Мне кажется, в каждом из них есть своя прелесть. А какой больше понравился вам? Пишите в комментариях. Кстати, специально для обсуждения видео, а также ваших вопросов и пожеланий, мы создали группу в контактах, которая такая же молодая, как и наш канал, и ждет с нетерпением своих подписчиков и участников для общения. Ссылка на группу будет в описании под видео, а также в информации о канале. А на следующем восьмом уроке мы с вами рассмотрим следующую кнопку «Стиль текста». Познакомимся со шрифтами и научимся с ними работать. Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Так я буду уверена, что мы с вами обязательно встретимся снова. И я буду с нетерпением ждать нашей встречи. А вы?